здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий компания ляма и очередной мой взгляд очень интересный диалог герпеса адольфовича с представителем мба финанс и у меня вопрос да и у вас наверно чего это не вдруг взяли вот моду звоня из коллекторского агентства пугать что какое-то другое коллекторское агентство выкупит чего это вообще такое кто им втемяшил в голову такой ну по их мнению аргумент действительно ну прям дураков ищет ну это герпес адольфович в очередной раз макает в унитаз одну такую вот особу а мы с вами веселимся поехали у нас есть для вас важная информация пожалуйста оставайтесь на линии здравствуйте да 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 слушаю вас здравствуйте компания мба финансов специалист административного взвескания анисова елена александровна разговоры записываются скажите пожалуйста анатолий васильевич я с вами разговариваю пожалуйста это я анатолий Васильевич слушаю вас с ним активно а как ваше имя отчество а то я пропустил вот это был этот это информатор там как ваша анисова елена александровна елена александровна еленочка александровна слушаю вас это я да вам звоним по поводу вашей просроченной задолженностью компании саммит у вас 243 дня просрочки у вас сумма кладки на сегодняшний день 62 тысячи 548 рублей откуда она такая взялась то но вы должны были еще в апреле месяце свой заем погасить у вас просрочка 243 дня вы какие там проценты насчитывают штрафы мы договаривались что мне дадут до нового года время ну вот я смотрю процентная ставка 2 и 1 в день что ли 2 процента ну вы же подписывали договор и тем более вы подписывали его на 30 на 30 дней брали в 20 тысяч только по закону микрофинансовой деятельности не больше чем 4 раза может увеличить ну во первых 3 во вторых у вас штрафы начисленные ну так он увеличился больше чем 3 а я даже готов был в 4 готов был в 4 а вы все в 3 выбрали 20 тысяч ну так вы туда прибавьте неустойки пение и штрафы нельзя больше чем 50 а я же еще оплачивал ну послушайте все что касается начисления начисления процентов мы их не начисляем а вы только некомпетентный сотрудник получается раз вы вводите меня вы мне сообщили информацию которая не соответствует действительности я правильно вас понимаю зачем ну вам конкретно грех бьете такой анатолий васильевич мы не начисляем процент если вы не согласны с процентами почитайте свой договор который вы подписывали договор не можешь сказать лучше закона есть закон что мне читать если я слышу только в цифрах уже сразу раз нельзя так начислять а вы не я вам могу я вот от я бы я открыла вас список счетов у вас просроченный основной долг 20 тысяч просроченные проценты у вас 40 тысяч да я сколько денег 2 тысячи пятьсот сорок восемь рублей сколько я выплатил 20 взяла сколько выплатил так платили бы четвертого ноль седьмого выплатили двадцать одну тысячу и двадцать первого ноль четвертого выплатили пять слышали да 20 взял 27 отдал я понимаю но сумма то я вам не я придумываю анатолий васильевич вы понимаете что вот вы нормальный человек я так подозреваю соображаете что говорите и пытаетесь человека ну пускай не от своего имени от имени каких-то проходимцев развести ну как это так кто мне с меня 27 отдал 20 взял еще 60 должен ой вы меня насмешили анатолий васильевич но обратитесь в компанию да никуда я не буду обращаться надо пускай обращаются а вообще так я им сказал на три буквы и мы с ними договорились до нового года если они не окажутся вот в этом месте на три буквы которая посередине у в суде тогда я вообще буду сочту просто ситуацию совершенно решенной она и так для меня решенная вы слышите да как они по вы сами подумайте как они с чем они пойдут к судье анатолий васильевич то дело в том что ваше дело на кое служим административного производства не обязательно это будет суть вас могут просто перепродать и что да ну кому они ну перепродают ну а вот вы вот на каком основании сейчас со мной манипулируете на основании агентского договора а когда продадут долг человек который покупает долгами организации она имеет лицензию на пытку это у вас другой кредитор у вас будет смена кредитора какая разница вы знаете что это еще в законе нужно правопреемствование нужно еще доказать еще в суде 382 статья ну да 382 статья да да могут перепродать ну конечно конечно но это нужно в суде зафиксировать и я вам объясняю объясняю вам что суда может не быть а просто будет тогда эта фиксия будет перепродажа долга это они между собой что там и тот дурачок который купит этот долг даже если в суде докажут вот смотрите у кредитора сейчас есть прямое право в суд пойти да а я этого не боюсь потому что знаю что я еще брал то отдал а вот а какие вообще будут основания пойти у третьего лица в суд ну вот понимаете что даже согласно 309 статьи тут надлежащее исполнение своих обязательств вы их оставляли ненадлежащим образом как это ненадлежащим а как еще надлежащим 20 взял 27 отдал это как еще по другому вы такое ощущение что думаете что вот вы звоните да вот у вас МБА финанс это 8 апреля ну и что доплывать этот договор носит признаки кабальной сделки как вариант это как одно мое аргументированное это же здесь неужели вы думаете МБА финанс что вокруг вас одни бараны а вот взяли вас вот в это МБА финанс отсеяли самых грамотных и умных и вы можете теперь нас как стричь как баранов нет душа моя а так вы же нам ничего не платите Анатолий а я и не буду никому платить я что я баран вам что ли или овца послушная что с меня же три шкуры сдрать я вас услышала Анатолий Васильевич отказ от оплаты я вам зафиксировала информацию отправляю вашему кредитору отправляйте голубиной почтой не забывайте также о том не забывайте также о том что в ближайшее время вы не сможете больше воспользоваться ни одной кредитной организацией не будет или ипотека или родственникам вас управляются ипотеку я ипотеку позавчера взял позавчера взял ипотеку а жена моя вчера взяла автокредит вчера буквально автокредит получила анатолий Васильевич не забывайте о том не забывайте также о том что если будет я помню одно что я не баран и вам желаю того же чтобы вы понимали что вас наоборот в инбар финансы по балальным устроям вот чем более уперты твердолобые тем иди сюда в коллекторе вот непробивные которые вот как может человек нормально находиться на такой работе заявляя такие вообще вопиющие беспредельные вещи 20 брал 27 отдал и изо всех сил гнуть спину на чужую косточку еще пытаться доказать да положили бы трубку и сказали бы извините я была не права когда пришла вот в эту контору скотчку не будут а вы нарушаете закон да ни хрена же не нарушают а на закон нарушаете вы в частности 250 федеральный закон всего доброго до свидания поднимайте друзья ну что поделаешь звук такой да я понимаю немногим это нравится ну я тоже не могу сказать им чтобы они кастрюлю с башки снимали ну вот они наверняка когда разговаривают на башку либо кастрюлю либо тазик сверху вешают тут такой звук это у коллекторов у банковских служащих как то попроще все кстати это один из способов определить коллектор вам звонит или из банка ну а вот здесь вот да у нас так все очевидно а до какой степени уперты вот она просто понятно что у нее нет возможности пропустить вот эту полемики вот этот разговор ну просто элементарно услышали ну это ж куда 60 должен это при том при всем что 20 взял 27 отдал вы не должным образом выполняли как что несет какие статьи даже до какой степени им остатки мозга там промывают что несвято верят в эту ахинею которую вот таким вот образом выдают благодаря вот этому каналу еще и на все во всеуслышание друзья ну здесь как говорится не дать не взять я предлагаю всем кто недавно оказался на нашем канале срочно подписывайтесь чтобы понять как на самом деле устроена работа специалистов компании алиам специалисты компании алиам это недалеко герпес адольфович и кузнецов дмитрий большой штат потому что мы работаем по всей россии являемся крупнейшим юридическим оператором на территории сельской федерации и работаем с любыми кредитными учреждениями микрофинансовыми организациями онлайн займами которые аккредитуют население россии как мы это делаем вы можете узнать совершенно отчетливо посмотрев видео на нашем сайте видео на видео презентация выложена на нашем сайте ссылочка на сайт есть в описании этого любого другого ролика также для вашего удобства и кабельная подсказочка в правом верхнем углу видео трансляции выходит вот она смотрите пожалуйста видео на сайте и сделайте тот самый необходимый выбор хватит уже идти на поводу надо включать мозги друзья надо начинать понимать что да как на самом деле происходит ну а с вами был Кузнецов Дмитрий центр юридической защиты компания всем хорошего до свидания